Избирательных округов в Ленинском муниципальном районе 19, действующих депутатов 18, на заседании присутствует 15 форумов, имеется, можем приступать к работе. Поработали продуктивно, рассмотрели множество вопросов повестки дня, но первым не только по списку, но и по значимости стал вопрос о принятии бюджета Ленинского района на плановый период 2016-2018 годов. Проектом решения предлагается утвердить основные характеристики бюджета Ленинского района на 2016 год. Общий объем доходов 4,7 млрд 841,000 рублей. Общий объем расходов 4,78 млрд 927,1 тысячи рублей с объемом дефицита 71,087 тысячи рублей. От бюджета к сохранению природы. Один из вопросов повестки дня – индексация стоимости зеленых насаждений. Теперь вырубка каждого дерева или кустарника будет стоить на 162% больше. К примеру, вырубил березку, заплати около 50 тысяч рублей. Немало дискуссий вызвало тема передачи полномочий поселений в районную администрацию. В частности, депутатам предстояло принять полномочия по бюджету на следующий год Володарского и Молоковского сельских поселений. Что за данное предложение? Прошу голосовать. Против. Воздержался. Решение принято. Стоит отметить, что на совете было принято множество судьбоносных решений. Еще одно. С 1 января 2016 года ожидаются изменения в структуре администрации Ленинского района. Это обусловлено принятием части полномочий от поселений и расширением сферы деятельности жилищно-коммунального хозяйства. На одного человека в рамках Ленинского муниципального района, если считать Ленинское муниципальное районство с поселениями, мы не увеличиваем количество. То есть сообразно принятым полномочиям из поселений переходят люди на работу. Но численность работников и не уменьшится. Просто их работа оптимизируется. Время не стоит на месте. В связи с нестабильной экономической обстановкой в стране, муниципалитетам также приходится тщательнее следить за расходами. Юлия Погосян, Евгений Петров, Ирина Кошелева. Видное ТВ.